Вера вечна, Вера славна, Наша вера, православна. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Бога. Аминь. Поздравляю вас, дорогие друзья, с постом Пречистой Славной Владычицы Нашей Богородицы. Во время поста, если человек хочет какой-то поближе стать к Богу, то это время отведено Богом только в пост. И пост нашей Преблагословенной Владычицы, Успение Е, он приравнивается к Великому Посту, строгостью своей. Помоги нам, Господи, возлюбить Пречистую Владычицу нашу, всем нашим сердцем, всем помышлением, всеми чувствами нашими. По Богу нашему, Иисусу Христу. С постом вас, дорогие друзья. Сегодня видео, которое, видео проповедь хотел бы выпустить, оно касается чистоты веры православной. Для этого сейчас передо мной лежит документ, который подписали в Страсбурге меморандум в 2014 году. Вот чтобы сейчас нам посмотреть, где-то поймались мы врагом или нет, нужно вот обращаться к этому документу и смотреть, что здесь прописано. Какое предательство нам предложили, в какую яму нас запихивают. Поэтому сейчас очень много исповедников, которые исповедуют веру православную. И, к сожалению, тоже участвуют в этом. Договор они не подписывали этот, но своими делами, и дальше буду объяснять, чем именно. Они как раз соглашаются с этим документом. Вот какую хитрость лукавую подкинул нам враг рода человеческого. Ну вот, чтобы долго нам с вами не растягивать время, постараюсь сейчас немножко зачитать вкратце. Здесь очень много написано, но я вкратце постараюсь зачитать некоторые моменты, некоторые пункты предательства. А потом уже с вами мы побеседуем. Документ этот подписали председатель Европарламента Херман Ван Рубей, представитель правительства Греции, министр образования Андреас Лавердос, или как правильно может быть ошибусь, не знаю, представитель Константинопольской церкви, вне Константинополя, митрополит Иконийский Феоклитос, Малая Азия, представитель славянских патриархий и российского правительства, архиепископ Волоколамский Иларион. Это вот правая рука патриарха, в кавычках, Кирилла Гундяева. Представитель Святой Горы Афон Игумен Ефрем Ватопецкий, представитель Кипрской церкви и правительства Кипр, митрополит Морфский Неофит и Тремифунский Варнава. Представитель Антиохийской церкви Трипольский Илья, представитель Александрийской церкви Василий Трипольский, представитель Иерусалимской церкви Восторский Тимофей. Подписан в Страсбурге с 25 по 29 июня 2014 года. Меморандум вступает в силу с 1 мая 2016 года и вплоть до 16 августа 2020 года. Если мы немножко посмотрим, то сейчас уже очень много чего ввели, что здесь прописано, и дальше будет вводиться. Я сейчас немножко зачитаю вам статьи, которые здесь подписаны. То есть принять должны электронные карты всем лицам, застрахованным в единой электронной системе. Учреждения остаются открытыми, работают во все воскресные дни года. Выходной день для страховых организаций – это суббота в течение всего года. Иудейства нам сюда приводят. Не воскресенье уже, выходной день, а суббота. Отмена религиозных праздников и национальных во всех учебных заведениях. Ликвидация церковности учеников. Обязательное посещение синагоги и исламской мечети. Воспитанниками уровня школы. Отмена урока греческой истории. И все, что касается нашего православия, все они подчищают. Чтоб мы не знали свою историю. А подмену нам суют. Чтоб мы не знали, за что наши предки кровью проливали. Исповедниками стали, мучениками стали. То есть, по сути, они основание из-под ног у нас забирают. Практическая реализация курса сексуального просвещения во всех уровнях школьного образования. Вводить с 11-12-2017 года. Отмена многих профессоров на разных уровнях образования. И введение интернета. Введение изображений слайдов на уроке по сексуальному просвещению. Введение электронной идентификации студентов. Введение электронных штриховых, либо что-то им сродное безопасности во всех школах и университетах. С картой безопасности. Сексуальные свободы. В общем, как-то так. Реформы церковного богослужения. Замена византийского менталитета. Введение музыкальных органов, инструментов церкви, как у католиков будет. Отменить обязательные ношения одежд, клириков вне церкви. То есть, вышел, переоделся и пошел. А там дальше будет, чтобы бороды обрить, усы отстричь, переоделся и ходи, делай что хочешь. Удаление бороды и волос духовенства. Отмена бдения в священных храмах и монастырях. Удалить святых антиминцев. У нас на антиминцев, это сейчас переносный престол. Вот когда на нас нападали, допустим, татары или еще кто-то и завоевывали земли, то когда не было антиминцев, переносных престолов, то люди оставались без причастия. И поэтому в церковных законах установили, чтобы иметь антиминцы. Это плат, в которых подшиты мощи. И епископ только имеет право освящать этот антиминц. Так как имеет полноту церкви. То есть, ну как вот вам сказать, что вот как вот святой Киприан Карфагенский говорил, что церковь в епископе, а епископ в церкви, не отделенно от народа. И вот хотят это удалить, то есть, чтобы не было у нас. Сейчас начинают потихоньку мощи убирать, туда дальше. Сейчас уже говорят, самое главное благословение епископа. Он благословил, и там Вася какой-нибудь может служить, что-то наподобие. Удалить утреннюю в христианских православных церквях. Внедрение новых богослужений, последований во всех христианских церквах. Введение праздников окружающей среды 5 июня каждого года, посвященных Матери Земли. Введение праздник для еврейского холокоста. Реформирование всех христианских праздников, христианских церквей. Удалить недоступность входа для всех христианских церквей, поскольку... Ну, чтобы ходили все в церкви, приходили, как сейчас. Вот видим, что смотришь и католики в храмах, и кого только нет. Не было, как сказать, когда мы говорим, оглашенные из Эдити, и только верные остаются. А здесь они уже на духовном уровне предательства это делают, что уже нет у них оглашенных. Все братья и сестры. Иерусалим станет духовной столицей. Принять упразднение патриархии иерусалимской, александрийской, антиохийской и славянских патриархий, кроме московской. Останутся только три патриархии христианских объединенной церкви. То есть, российская патриархия, римская патриархия и константинопольская патриархии. Изменение церковных школ. Упразднение запрета на въезд на святую гору Афон. К царице небесной все лезут туда. Принятие ООН, Всемирного правительства для международных ассоциаций. Это вот есть мировое правительство. Об этом очень важно поговорим в конце ролика. Принятие первой роли в христианской церкви Ватикана. То есть, подписали здесь Иларион. То есть, от лица всей русской православной церкви. То, что у нас сейчас, так как у нас глава церкви в православии Христос. А здесь, то есть, у католиков идет глава церкви Папа Римский. Иларион подписал от всего русского православного народа и от всех славянских народов. Подписал, что глава у них является церкви Папа Римский. Понимаете, куда вы ходите многие? Вроде бы храм, привыкли все, да? Всем сейчас тяжело, дорогие друзья. Но смотрите, что они делают. Как Кирилл говорил, когда у него спросили, а что такое уния? Он так лукаво посмеялся и говорит, ну как вам сказать? Ну вот идет человек в православный храм, а оказывается в католическом. Ну вот что-то такое. Соглашение христианских церквей с тем, что они входят уже в новую эру с 2016 года. Перевод Вселенского Патриархата на остров Патмос в Греции. В общем, они себе места будут искать там. Принятие христианскими церквами, отмена национальных государств и создание объединений, такие как мультистраны, мультицентры, мультикультурных, поликонфенциональных и религиозных государств и создание религиозных государств образований, таких как Вселенская Патриархия. Вот для чего они все это делают, то что ООН, которая власть мировая такая, да, мировое правительство, и на духовном уровне они делают то же самое, чтобы была Вселенская Патриархия, то есть которую будет возглавлять и уже возглавляет по всем документам, возглавляет Ватикан, понтифик. Вот что сейчас происходит. Причем здесь идет предательство не только православных людей русского народа. Идет предательство евреев, мусульман, вообще каждого народа идет предательство. Антихристу, так как он будет и политик, и духовное лицо, то ему и надо совместить вот сейчас вот именно политику и духовенство. То есть это совместить в одно все сделать. И вот это и есть сейчас вот все вот эти вот религии, которые есть официальные, они все подпадают под это. Причем многие даже и говорят, так мы не исповедуем это. Так вы уже идете по сценарию, многие люди, которые вот идут по сценарию, по тому документу, который за нас расписали уже. Принятие от Иерусалимского патриархата всех христианских мест паломничества с тем, чтобы их передать четырем административным управляющим органам. ООН, ЮНЕСКО, Ватикан, Русская Церковь. Принятие статьи всеми христианскими церквами. Отмена государственного суверенитета. Принятие создания федеральных государств, объединенных в округа со столицей округов. Принятие ООН в качестве высшего органа с 10.07.2017 года для всех религий мира. То есть понимаете? Я к этому моменту еще вернусь, чтобы немножко поговорить с теми людьми, которые исповедуют Христа. И вроде бы как бы все у них хорошо, но на самом деле здесь есть вражая уловка. Принятие действий гомосексуализма, признание гомосексуальных браков, отмены венчания, отменить венчание. То есть все, что Господь нам постановил, все это отменяем полностью. Признание сексуальной свободы на телевидении и в печати. Обучение на всех уровнях образования прекрасному эротическому наслаждению. Признание в интернете свободной детской порнографии. Это и в монастыри сейчас вводят. В монастырях принимать в одном монастыре и женщин, и мужчин. То есть вот видите, как вот происходит. Очень страшные вещи. И вот смотрите, дорогие друзья. Многие сейчас вот, буду говорить людям, которые исповедуют Господа нашего Иисуса Христа, не участвуют в экуменизме, вот в таких вот документах, но регистрируют свои церкви. Вот из-за того, что люди регистрируют свою церковь, допустим, епископ первостоятель какой-то, он взял, зарегистрировал свою церковь. Где зарегистрировал? В РФ. Что такое РФ? РФ это частные организации. То есть когда епископ расписывается в том, что он регистрируется, он берет номерок, но не только номерок на церковь. То есть он отдает свою церковь. То есть вот, допустим, если в Москве там Собянин, то есть частное лицо такое, да, то есть то все вот эти вот там машины, которые мы регистрируем, дома, это все ему идет. Как и Медведеву много там, допустим, да. И у нас РФ зарегистрировали у королевы Англии. И в 2017 году она это аннулировала. То есть РФ сейчас вообще незаконная организация. Но она подчиняется ООН, Всемирное правительство, Мировой правитель. А ООН подчиняется Израилю. И вот посмотрите, куда епископы регистрируют свои церкви. Именно к тем людям, которые убили Христа Бога нашего. То есть вы понимаете, что происходит? Сейчас у нас время такое, что нам не нужно искать официальности. То есть и вот эти вот именно епископы, которые регистрируют свои церкви, официальные синоды у власти. Получается так, что они сами того, может быть, не понимая или понимая, я не знаю. Но они, вот этот документ, который есть, они вот именно следуют этому документу. принятие ООН в качестве высшего органа для всех религий мира. То есть это что получается? Что светская власть, она будет руководить религиями мира. Это вот сейчас четкий ориентир. Если у нас те епископы, священники, которые не зарегистрируются, они и будут церковью Христовой, малым стадом. И вот, друзья мои, смотрите, и сами себе задавайте вопрос, являетесь ли вы малым стадом или нет. Много у нас сейчас вот тех людей, которые сохраняют Господь свою десницу невидимую. Но те вот люди, которые регистрируют свои церкви, хотя и говорят, мы не участвуем ни в каких там объединениях религий и все такое, но они четко следуют по плану, по этим документам. Вот именно эти документы, они и являются. Вы посмотрите, там можете найти в интернете меморандум 2014. И вот что еще интересно, что этот документ весь, он начал, вступил в законную силу с 1 мая 2016 года. И патриарх, в кавычках, Кирилл, с понтификом встречался именно в 2016 году. Все это у них заранее уже приготовлено. Они уже Россию продали давно, на заклание ведут. Поэтому у нас, у простых людей, есть только одно. Либо мы в этом участвуем, в этих срамных документах, которые приходят в исполнение, либо мы устраняемся от этого и живем только на воле Божьей. Вот такие, друзья, мои дела. Принятие кремации церковью. То есть у нас святые отцы и матери говорили, что ни в коем случае даже молиться нельзя за кремированных. А здесь кремацию заканивают. Создание электронных архивов во всех учебных университетских учреждениях и учреждениях общественного характера, учреждений и министерств во всех странах Европы, чтобы внедрить в системы отпечатки рук и сканирование радужной оболочки глаза, чтобы все граждане, студенты, преподаватели, студенты и политические лидеры были введены в эти системы на упомянутых критериях. Это вот все подводят именно к тому, чтобы биометрия была. То есть полностью подводят к печати Антихриста. И это все подписывает и православная церковь, вы понимаете, в лице Илариона, митрополита. Электронная подпись для всех граждан в отношении с многонациональным государством ЕС. И граждане начнут эти операции с 3-го, 30-го, 2017-го года. Вот они пишут. Мы стремимся реализовать все эти реформы с 1-го мая 2016-го года по август 2020-го года ради внесения изменений и введения новой эры с 1-го мая 2016-го года. Мы стремимся сделать изменения и в знаменитой горе Афон в Греции и установить в ней монастыри всех религий и учений и монашеские ордена Ватикана. Мы стремимся к этому ради тех, кто станет нашими преемниками. Дабы применить вышеуказанные реформы, мы вновь и многожды молимся Единому Богу, то есть они молятся Единому Богу. И, вот смотрите, Единому Человеку, дабы Он, ставят его большой буквой, явился в мир для решения всех проблем планеты. Понимаете, что это идет? Это как раз и есть про Антихриста. То есть они объединяют духовное, а вот то, что они объединили духовное и политику светские власти, вот пишут, эти подписи являются, то есть подписанты здесь, да, президент Европейского Парламента Херман Ван Рампей, представитель греческого правительства, министр образования. то есть подписывают власти не только церковные, духовные, а еще и политические. И получается, что в этом документе объединяется и духовенство, и политики. То есть это вот и есть как раз вот, чтобы принять Антихриста. Дорогие друзья, сейчас эта информация идет для того, чтобы вы понимали. Я еще раз вам даю курс и ориентир, как нам нужно идти. Смотрите, чтобы ваши священники и епископы не были зарегистрированы, не имели документации. Это очень важно. если у нас святые отцы говорят, что те люди, которые регистрируют свои церкви, они предают Христа. То есть, а если платят налоги, это получается, что они отдали. Каждый епископ, кто зарегистрировал свой сенот или церковь, они ясно следуют вот этому подписанию, этому документу. потому что эрефий как таковой не существует. Они ее регистрировали в Ангеле, а сейчас уже упразднилось. И по всему миру это люди уже понимают, знают и начинают уже какие-то законами как-то прикрываться люди многие, чтобы защититься от эрефии. И получается, что те люди, которые регистрируют епископ свою церковь, они как раз вот именно как бы присягу дают, то есть отдают свою церковь вот этому ООН, потому что эрефия подчиняется ООН, а ООН это вот Израилю подчиняется. И получается, что церковь православный епископ отдает тем людям, которые убили Господа нашего Иисуса Христа. Эта цепочка явно ее видно. Поэтому, дорогие друзья, батюшки, монахи, епископы, желаю вам не вводить людей в заблуждение и не искать официальности. Официальность в наше время, она все идет в кораблю Антихристу, потому что глобализация и экуменизм это есть корабль сына погибели. И если люди регистрируют свои церкви, они отдают Антихристу свою церковь. И уже не важно, как ты там называешься. РПЦЗ такой, РПЦЗ такой, ПВТ, ПЦ, не важно, как ты вообще, РПЦ, не важно, как ты называешься. Важно, чтобы твои подписи были, и чтобы ты свою паству привел к этому сыну погибели. Вот, что сейчас происходит. И к сожалению, пастыри, многие, кто-то несознательно, конечно же, не хочется говорить таких вещей, а кто-то сознательно рукой махает, кто-то разбираться не хочет в этом, потому что опасность своей не радеет. Сейчас наш период времени, это вот как апостола Павла в корзине спускали из дома. Вот сейчас все епископы должны так жить, не имея ничего своего, никаких регистраций. А эта регистрация мы, народ, будем вести непонятно куда. Ну, в принципе, понятно куда. К антихристу в лапы. Поэтому и говорит сейчас Господь через святых своих угодников, куда приведете паству, там будете и сами. Какой бы человек хорошей жизнью не жил, чтобы видные там может быть грехи не делают какие-то или там более-менее стараются жить как-то благочестиво, а святой златоуст говорит, что куда паства приведется, там и священник будет. Поэтому, дорогие друзья, в пост при чистой нашей Владычице Богородице желаю вам всем подумать о нашей жизни, о нашем исповедничестве. Предательство идет со всех сторон и на всех уровнях. Но нам Господь нас каждого будет судить, поэтому каждому человеку придется отвечать как один мне монах говорит, у меня есть там благочинный, он за меня отвечает, нет дорогой, ты сам будешь перед Богом отвечать, потому что Господь тебе дал свою волю и свободу выбора, и каждому человеку Господь дал заповеди исполнять. Сейчас у нас полностью нарушаются вселенские соборы, чтобы принять все эти документы и регистрировать в своей церкви у властей. Это все именно идет предательство. Это нарушение вселенских соборов. То, что наши святые отцы исповедовали, вот там есть один пункт, убрать всех святых, которые Господа исповедовали нашего. Вот именно против вот этих Ватиканов всяких там, да, что они там вытворяли. в В общем, вот такие вещи. Помогай нам, Господи, молитвами славной нашей Богородицы, чтобы мы услышали это все, поняли. И если сами не хотим исповедовать Господа, то хотя бы людей за собой не тянуть нам всем. Это и меня первого касается, и всех остальных. Не потому, что это я сказал, а потому, что так говорит Господь через Святых Отец. Он взыщет с каждого человека, которому дано много, много с него и спросится. И куда людей поведут, там будут и сами. Спасайтесь, дорогие друзья. Всех людей, которые любят Господа нашего Иисуса Христа. Низкий вам поклон. Отцы, матери, братья и сестры, спасайтесь, вразумляйте друг друга, наставляйте друг другу. Но не по страстям, а жалея. Враг у нас с вами один. У нас нету врагов батюшек, нету врагов епископов, нету врагов человеков. Наши борьбы идут против в духов злобы поднебесной. Поэтому, дорогие друзья, восстанем и соберем ополчение. И не важно, где мы находимся, один там, другой там. Как у нас говорил один епископ, что когда люди выходят из ереси всякой, то духовно мы все вместе становимся, все едины. И пусть между нами нет какого-то согласия у многих, лишь бы Господь нас принимал всех едины. А кого Господь принимает, то и мы объединимся, время придет. Вспомните, когда златоуст был и приехал на один пустынник, и он там послушал клевету на златоуста и написал ему некоторые моменты. Они там духовно как бы сказать обменялись. Этот святой, сейчас не помню его имя, написал златоусту, что он не доедет до места ссылки. Как бы пророчество такое. И святой златоуст ему сказал, что и ты брат не доедешь до дома. То есть вот. А потом он понял и попросил прощения, они помирились. То есть вот это люди святые, а что уж про нас грешников говорить. Поэтому сейчас дай Бог, чтобы каждый человек исповедовал Господа и выходил из всяких ересей, из глобализации, не регистрировали свою церковь. Помоги вам, Господи, дорогие друзья, понимать, что враг на нас нападает не только со стороны религий, а еще и со стороны администрации, которая на лоб людям печати раздает. И тот епископ, который регистрирует церковь в свой сенат, он же понимает прекрасно, что эта власть его же духовным чадом на мерки налог ляпает. причем по вот этому документу, который составили враги Христа и нашей Богородицы. Спасайтесь, дорогие друзья, спаси всех, Господи. Если что не так сказал, простите меня грешного. субтитры, спасибо.